Виктор Карамышев отметил, что работать во время пандемии было непросто. Предполагалось, что бюджет города недосчитается почти 530 миллионов рублей. Несмотря на сложности, обязательства во всех сферах выполнялись. Социалка, благоустройство и, конечно, дороги восстановить удалось около 50 километров полотна. В этом году ведем участок на бойцов 9-й дивизии, который нужен городу. Ну и планируем в этом году приступить к улице Светлой, к ее реконструкции. Также будем объявлять торги и начнем в этом году. Там тоже частично нужно будет расселять ряд домов. Ну, проект прошел экспертизу, мы готовы. И надеемся, что область и федерация окажут нам по нацпроекту, по разделу капиталоемкие объекты в этом помощь. Депутаты отчет главы приняли и обсудили другие вопросы. К примеру, новую улицу в Центральном округе назовут в честь командира полка народного ополчения Александра Марышева. А общественную баню на Гайдара включили в план приватизации. Сейчас для учреждения ищут инвестора. Баня должна быть сохранена. Это решение однозначно общее наше. И я думаю, что здесь нет никого, кто бы возражал против такого подхода. Речь идет о сохранении и о сохранении на ближайшие пять лет не только профиля бани, но и активов, и модернизация всех необходимых технических, наверное, оборудования всего. Иначе туда просто людей нельзя будет пускать по санитарным требованиям. Стало известно и о кадровых перестановках. С 26 апреля пост покинет председатель комитета городского хозяйства Денис Хадеев.